Микс Ньюс. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? На Радио Болтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы опять после достаточно большой паузы на праздники вернулись. И сегодня я подготовила для вас неожиданного, наверное, гостя, неожиданную тему, хотя были предпосылки для того, чтобы мы сегодня серьезно и открыто про это поговорили. Кто помнит, кто нас слушает, в последний эфир перед праздниками с Андре Джанателли нас в студии раздался звонок, и нам позвонила Лидия Кравченко, директор Рижской Украинской школы. И выразила свою позицию, о которой расскажет чуть-чуть позже. И мы связались с Лидией и договорились о том, что почему бы нам не сделать целый эфир, посвятить весь этот час времени, чтобы обсудить такую проблему. И где-то и наоборот не проблему, а хорошую, да, все вот обговорить, перечислить. Как питание в детских садах и школах. В связи с этим, сегодня Лидия здесь, готова говорить честно, открыто. Лидия, спасибо вам большое, что позвонили и пришли. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Вот, а нашим радиослушателям я предлагаю активно участвовать в дискуссии, рассказывать про то, как вы выбираете для своих детей образовательное учреждение с точки зрения питания. Важно ли для вас, когда кухня есть в самой школе или саду, или вы приемлемете то, что еду привозят. В общем, все, что касается питания в образовательных учреждениях, обсуждаем сегодня. И номера для связи 6721-2939, 6721-3939. И если вы захотите написать нам в WhatsApp, 230-6191. Лидия, мы с вами приступаем к нашему интервью. Лидия, давайте начнем как раз вот с нашего эфира, который был пару недель назад. Вот что сподвигло вас позвонить тогда и так вот настойчиво, честно, громко сказать о том, что вас не устраивает? Это накипело? Вы знаете, я даже не хочу сказать. Мне интересна была ваша передача. Это была не первая передача, которую я слушала. И всегда вы выбираете знатоку в кухне. Это интересные люди, которые могут такие нюансы рассказать о такой высокой кухне, о том, как формируется штаб в ресторане, что такое хороший ресторан. Вы очень много рассказывали интересного о том, какая кухня, кто готовит и как готовит. И, конечно, я думаю, это любого директора школы, любой заведующего детского сада, а поскольку у меня и сад, и школа, очень волнует, кто готовит и как готовит. И где взять специалистов, поскольку мы государство, я буду говорить о государственных школах и о себе, мы государственная школа, поэтому и расценки у нас государственные. Я вам сейчас, я не знаю, может, кто-то не знает, но обед в школе стоит евро 42 цента. Да, что это значит, куда входит всё, и аренда помещений, и всё, что сопутствует, и зарплата. И когда, конечно, директор школы всё время думает, как должно быть вкусно, чтобы они съели всё. Да. И хотя бы не всё, хотя бы половину. И мы учим, и мы рассказываем детям, что свежее питание, вот вы говорите доставка или свежее питание. Конечно, и все родители, мы обговариваем эти вопросы, не хотят доставку, хотят, чтобы было видно. У нас сейчас очень много в Риге отремонтированных школ, и спасибо большое на куста мои по шуму департамента в своё время. У нас много отремонтированных кухонь, у нас современная кухня, вы её видели. Да, я честно признаюсь, что, чтобы не быть голословными, я сходила, провела целый ревизорский обзор, можно так сказать. Ну, шучу, гостеприимно меня очень встретили, показали помещение, как дети едят и где едят. Всё очень чисто, ухоженно, и все нормы соблюдаются. И всё открыто. Да, и всё открыто. У нас все видят, как готовят. Но, поскольку это всё достаточно экономно, конечно, хотелось бы, мы из-за этого, мы заказываем, не заказываем, а заключаем договора с латвийскими фермами, мы заключаем договора с теми, кто поставляет молоко бесплатно. Это европейская есть такая программа, как дополнительно, чтобы что-то могло быть, как перекус детям. Мы, называется она, латвия с дарзи, мы туда тоже получаем в пакетиках, уже расфасованная, это и морковка, и капусточка какая-то может быть, кусочки яблок, оно всё стерильно. Это тоже какой-то перекус детям, особенно для первых, вторых классов, у которых есть группы продлённого дня, это очень важно. Ну, то есть какие-то такие закуски, чтобы не чипсы всякие ели, а натуральные. Ну, у нас в школе они не едят, нам даже не разрешают продавать в кафе, а они едят после школы свои чипсы, и многие родители приезжают за детьми, и они с этими коробочками чипсов, они уже встречают своих деток. Поэтому призываю, не давайте чипсы, дайте банан, яблоко. Первый совет от Лидии на сегодняшний наш эфир. Хорошо, давайте мы с вами такой сравнительный анализ проведём. Вот вспомните, как это было в начале 2000-х годов, вот еду в образовательные учреждения тоже возили, или всё-таки больше готовили на месте? Вы знаете, вообще очень многое изменилось после 2000-го года. До этого времени... Да, поэтому хочется сравнить. Каждая школа, и у меня, я буду говорить за себя, у меня в подчинении была столовая, был шеф-повар, было три работника кухни плюс шеф-повар, и мы видели, мы составляли меню технологические карты. И повар умел сделать высокого уровня, у меня была повар, тоже пани Лидия такая, умничка, если слышит, привет, пани Лида. Всё время воспоминаем ваши котлеты вкусные, ваши супы. Как она носила в карманах сухарики, чтобы тот, кто съел суп, он получал приз сухарики из кармана шеф-повара. Или она носила дешёвенькие, но витаминки, маленькие эти конфетки, ты съел, вот тебе премия. И вы знаете, наши дети, им не так важно было, что они съели, но главное получить этот сухарик, и они за него бились, они съедали этот суп. Но тогда директор школы имел право не только контролировать, а участвовать в этом, обговаривать это всё. На сегодняшний день у нас фирмы, которые снимают у нас помещение в школах, и в это время они, ну, как вам сказать, они управляют питанием в школе. Но я должна контролировать, как директор школы. Нет, это понятно, мы про доставку поговорим ещё, да, более подробно. Но это не доставка, они нанимают у них, приходят, вот у меня сейчас в школе 4 человека работают тоже на кухне. Но это всё из тех денег, которые финансирует школьное управо. У нас забрали поваров, у нас забрали в то время поваров, забрали полностью кухню и отдали её в аренды. Вот сейчас конкурсы, по конкурсам выигрывают. Что выиграл, допустим, школа выставляет, что-то у меня через 3 года будет конкурс, пожалуйста, приходите, принимайте участие. Но поскольку мы школа маленькая, мы большим предприятиям невыгодны. Мы выгодны, то есть выгодны им много столов и столовок, так назовём их. И не только, что много, это должны быть большие школы, у них выгодно работать, потому что ты нагреваешь все те же котлы, что на 300, что на 1000. Конечно. Поэтому на сегодняшний день, конечно, это такое, это сложности, сложности и нас, потому что родители спрашивают с нас, с руководства школы, что собой представляет. Конечно, я думаю, что все вспомнят кусочек хлеба, когда мы когда-то называли его кирпичик, я так старший возраст, с котлеткой. И все мечтали съесть эту котлетку, я, поскольку у меня бабушка готовила, я всю жизнь мечтала за эту котлетку, съесть её на бутеркак бутерброд. Ну, сегодня мы даём, я считаю, правильное здоровое питание, но дети не любят, потому что там не хватает соли, которую привыкли есть дома, а в чипсах, сами знаете, сколько их, ну, не все кормят сладости. Если бы только соль. Ну, а если мы вернёмся к тому разговору, да, с которого, как я сказала, началась наша с вами коммуникация, да, вы говорили о том, что есть некие проблемы, да, с кадрами именно. Вот какие ваши требования, как директора школы и как человека, да, к людям, которые работают у вас на кухне? Ну, я, конечно, понимаю, вы хотите, чтобы я была откровенна. Конечно, хочу, у нас передача называется «Открытая кухня». Мне, я думаю, что и все родители, которые меня сейчас слушают, они понимают, что на сегодняшний день это колоссальный голод кадровый, особенно поваров достойных. Поваров, которые приходят и не только готовят, а те, которые ещё и вкусно готовят. Знаете, есть повар, который умеет из тех же продуктов сделать вкусно. Я, конечно, обязательно смотрю, кто приходит. У нас нормальные отношения с фирмой, которая арендует, и я приглашаю обязательно поговорить с поваром. Скажу вам честно, у меня были большие неудачи. Я попадалась и не понимала, что достойная женщина сидит, которая, говорит, ушла с работы и хочет работать у нас в школе. Вот она поработала месяц, и вроде всё в порядке, а потом её раз и нет. И она ушла. И ты думаешь, что делать? Караул, ну хорошо, есть ещё один повар. Да. И хорошо, если этот повар пришёл. И вы знаете, мы заложники, и вообще, мне кажется, все фирмы, которые таким образом работают, арендуя, и квалифицированного повара можно нанять, а государственная оплата квалифицированного повара 490 евро на минуточку, шеф-повара. Но нам не платит государство, а все думают, что нам будет такая зарплата. Ставят свои условия. И ты, я думаю, что сейчас страдает этот колоссальный голод именно специалистов, которые придут и работают в детские учреждения. И есть большая разница. И разница в том, что государственная школа, и в которой находится детский сад, как у меня, допустим, здесь фирма должна снимать аренду за оборудование, аренду помещения, земельный налог. Я начну сейчас всё перечислять. Заработная плата, вывоз мусора, это всё оплачивает фирма из тех денег, которые даёт Паш Валдыба. А детский сад, который государственный, отдельно, у него в штате всё это есть, и всё это делает государство. И свет оплачивает, и всё. И получается, что, конечно, нам намного тем, у кого в школе детские сады, намного сложнее выживать. И мы смотрим, и внимательно смотрим. Я смотрю, я с утра до вечера смотрю, и очень прошу родителей, что вечером, пожалуйста, кто приезжает поздно, а у нас детский сад с 7 утра до 7 вечера 12-часовой, 3 раза дети завтрак, обед и полдник. За эти 2, а сейчас скажу, сколько детский сад стоит у нас, 2,77 с ПВН, 2,29 без ПВН. Туда всё это входит. И, конечно, уже вечером дети просят что-то съесть. Мы с воспитателями, эта фирма стараемся что-то, чтобы оставалось, какое-то печенье, какое-то молоко. Мы всё пытаемся отдать детям. Их не так много остаётся, но есть 10-9 детей остаётся, чтобы мы тогда... И ты знаешь, что оно голодное. Ну, вот если мы говорим так вот честно, да, про проблемы, с которыми вы столкнулись, именно с кадром, вы можете вот перечислить три? Проблемы? Да. Пьющая дама. Да. Странная в поведении дама у меня была, ну, у нас в школе была. Да. И одна, я вам скажу, так готовила, что, ну, не знаю, Столивар, наверное, готовил лучше. То есть абсолютная небрежность, грязнуля, и это всё, мы всё видим это. И самое главное, вот этот вот вариант, когда у тебя могут просто встать и уйти. И сейчас это большая проблема. Я, как работодатель, я думаю, я понимаю, что мне сейчас могут и оппонировать, и могут говорить, но, в принципе, все согласятся с тем, что вот эта безответственность работника, она есть везде, независимо, кем человек работает. Вернуть ты его не можешь судом даже. Это правда. Нет, я почему задаю такой вопрос, я хотела провести параллель, да, потому что, когда вы позвонили, и мы с вами обсуждали эту тему, вы сказали, что оно это же тоже общепит. Да. И это действительно так, потому что те проблемы, которые вы сейчас три хотя бы, да, перечислили, они есть и в ресторане самого высокого класса, где зарплаты будут там в пять раз больше, да, но от этого ничего не меняется. То есть не постоянство, оно всё равно присутствует. Но от отсутствия лояльности самого сотрудника, да, тоже вытекает следующий вопрос про мотивацию. Вот как вы считаете, в чём самая главная мотивация со стороны вот директора или там директора ресторана, директора школы или директора ресторана, вот помимо денег? Ну, я попробую, что, мой, как мотивирую я? Это вообще смешно. Ну, я мотивирую тем, что мы находимся в центре города. Да. Что повар может работать с утра и до полчетвёртого, и суббота, воскресенье, выходной. Да. Условия, то есть, работа, да, режим. Всё. Чем можно мотивировать? Угу. Ну, нарядная одежда, хорошо оборудованная столовая. Да. Я считаю, это немаловажный фактор. Но техника у вас, правда, как в ресторане. Ну, она, да, она высокого уровня. Я вам скажу честно, я и очень искала ваш номер телефона, чтобы позвонить. Я как-то думала в эфир, ну, не стоит звонить. Но я очень старалась найти ваш телефон и нашла через интернет, конечно. Но тут подвернулась, вы позвонили. Я думаю, что вас должно тоже заинтересовать и хороших поваров тоже. Это же интересно, они же могут эти даже у нас уроки не только здорового питания, а вкусного питания на базе школ давать. Я предлагала в Украине, ну, сейчас же не приедут. Я предлагала даже в Украине, чтобы из Украины приезжали на практику из техникумов. Я бы очень хотела, но я не имею возможности взять их. Я не могу устроить их на работу, у нас нет такой возможности. Ну, видите, насчёт практики. Многие ребята молодые, которые выходят из техникумов, да, им сразу хочется вот в ресторан, в ресторан. Да. То есть они вряд ли будут, ну, наше новое поколение, да, как их принято называть, миллениалы, они вряд ли пойдут набираться опыта, например, в школу. Хотя, мне кажется, что… Колоссальный опыт. Да, это колоссальный опыт, во-первых, понимать, как готовить всё одинаково и не из люксовых продуктов. Да. Да, вы уже озвучили, сколько стоит питание. Да, что здесь нужно действительно постараться, чтобы это было всё и супер по всем саннормам, потому что готовить для детей – это огромная ответственность. Поэтому, мне кажется, это практика в школе, это огромная ещё и школа жизни для человека, который мог бы потенциально прийти и попробовать. Я сейчас вам секрет один расскажу. Сегодня я в поисках Летведы. Да. Вот мы говорим о поварах, я вам расскажу, что мне ответили. Я созвонилась с пятью человеками. Это толк? Да. С пятью человеками. Две дамы сразу отказались и сказали, «Паш, Валдыба, нет, 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 очень много обязанностей, очень много бумаг, мы ни за что не пойдём, мы пойдём к частникам работать». Я говорю, «Боже мой, вам же там никаких гарантий не дают». У меня спросила одна дама с юридическим образованием, «А какие гарантии вам дают? Вас только наказывают, вас только репрессии». Я говорю, «Я вас не буду наказывать, вы такой мой помощник, я так хочу, чтобы вы пришли». Вы понимаете, в чём беда? Вот это вот беда, что мы попались не только, что это мало денег, мы абсолютно беззащитны, беззащитны юридически, и в фирме вы беззащитны, даже те же рестораны, повар не пришёл, и до свидания. Да, здесь это всегда такая тонкая грань, на самом деле. Вроде и здесь есть свои минусы, и здесь, но и общих проблем хватает, на самом деле. Но мы поговорим про вот эти вот разности, да, между поставщиками и наличием своей кухни внутри школы. Буквально нам нужно сделать небольшую паузу, да, и мы вернёмся. «Открытая кухня». Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня», и сегодня мы обсуждаем питание в садах и школах. В качестве гостя-эксперта сегодня в моей студии Лидия Кравченко, она директор Рижской украинской школы и садика в том числе, и поэтому сегодня мы говорим открыто, честно, про все плюсы и минусы доставки еды, да, с помощью фирм приготовления еды на месте, на своей кухне. Ну и если у вас есть тоже какие-то мысли по этому поводу или вопросы, звоните, пишите 6721-2939, 6721-3939, и номер для WhatsApp'а 230-6191. А мы продолжаем нашу беседу. Лидия, вот расскажите подробнее, пожалуйста, про детское меню, да, из чего оно состоит, как действительно накормить ребёнка на вот эти вот евро или два в день, что делать вообще с тем, что у нас такая вспышка сейчас таких вот пищевых особенностей, и глютен, и лактоза, и веганство. Вот очень интересно на этот счёт послушать вас. Я боюсь, что я вам не сумею рассказать и расписать так, как расписывает этот технолог, который знает, что, куда, сколько положить, сколько нужно. Я попробую вам сказать, что это обязательно ежедневное меню, которое меняется, и каждый день готовится новая еда, это тоже понятно. Если дети, которым есть там аллергики или там вот глютеновую еду им нельзя есть, безглютеновую надо есть, им специально готовят, и правда, Паш Валдыба доплачивает 36 центов. Но все эти продукты, которые для них нужны, они стоят гораздо дороже, я думаю, все знают. У нас есть и диабетики, дети бывают разные, но там, где диабет, там мамы хорошо знают, и они с собой дают детям еду. Эти дети, которые инсулинные, мы тоже за ними смотрим. У меня врач в школе, не медсестра. Врач приходит и смотрит, и пробует эту еду. Конечно, иногда и я пробую, ну, обязательно. Подсаливаю, правда, честно признаюсь, не буду обманывать всех, потому что она вся не солёная, нельзя соли. Нас часто проверяет, конечно, СЭС, раньше это так называлось, а теперь это Веселебосинспекция. Смотрят всё от того, чем мы моем, где мы моем, как мы кормим, сколько идёт в граммах. Это серьёзный контроль. И, конечно, очень большую роль играет ещё доктор или медсестра, которая приходит, видит, подсказывает разделение всего, как готовить мясной стол, овощной стол. Мы уже знаем какие-то там пути, даже я уже это знаю, как это делается. Конечно, эти дети тоже знают, и мы проводим беседы со всеми детьми, чтобы они не смотрели на тех детей, которые не могут мяса или не может молочные продукты. Им дают другую еду. Ну, маленькие, всем же хочется тоже такого. Конечно. Они же все солидарны. Если говорить о доставках, то что, конечно, мы сейчас очень тяжело пережили коронавирус этот. Поскольку школа маленькая, и невозможно было готовить, мы доставкой, нам доставляли. Фирма, мы заключили договор, фирма, которая у нас согласилась, поскольку у неё небольшой оборот был, и нас кормила, и сейчас кормит. Очень неплохая, я не буду рекламу делать, но в украинской школе очень приятная фирма, которая готовит, и мы привозим. Нам привозят они, это доставка в больших тормозах, мы даже его не разогреваем, мы смотрим. Ну, не знаю, я несколько раз пробовала, мне понравилось, как готовит эта фирма. Ихний технолог разрабатывает всё, в тормозах привозят, у нас одноразовая посуда, и мы всё это уносим. Ну, выбрасывается всё. Но это всё дороже. Но родители, дети, по крайней мере, остались довольны этим питанием. Я имею в виду детский сад. Школа, сразу же, когда коронавирус начался, всё закрылось, и мы не питались. То есть школа не кормила детей, скажем так. Ну, нет для кого было, понятно. Да, да. А как вы смотрите на то, что многие родители, они потенциально против? То есть когда мама выбирает детский сад, у неё есть, например, 10 пунктов, по которым она будет для себя выбирать тот самый садик, куда будет возить своего ребёнка. То есть в том числе в этом пункте может быть то, что своя кухня. Встречались ли вы с такими родителями, которые отказываются из-за того, что что-то возится? Ну, к примеру. Я не знаю, то ли мы такие хорошие, у нас все просятся, и сегодня уже звонок, а почему мы не попали в очереди? Я с таким не сталкивалась, но родители я приглашаю, первое, что я делаю, это я показываю школу и веду столовую, и представляю поваров, и показываю родителей, и показываю, как мы готовим, где мы готовим. Скажу вам, ну, не было претензий. Конечно, дети могут сказать, сегодня мне не нравится, я не ем. Более того, мы всех детей приучаем есть первые. Очень многие дети не едят первые дома. Суп вы имеете в виду? Суп, да. Я имею. Ну, видите, у нас это традиции такие, может быть, особенно в Украине, без борща, без супа, ну, вроде бы и день не тот. Я считаю, что жидкое питание – это очень важно. Есть дети, которые не едят, потихоньку приучаются, особенно старшая школа. Мы сейчас стали, ну, обговорив всё, мы сделали вообще иначе, мы ставим супницу на стол, и кто сколько хочет, может долить. Тому, кому осталось, старшие ребята, тех девочек, которые не захотели, могут съесть. Вы понимаете, это вот такое, и я не смогу сделать в школе шведский стол, у нас места не хватает. Я бы даже сделала шведский стол. Но маленьких мы спросим учителей, чтобы они присматривали. Воспитатели сидят и разговаривают с детьми, и как есть, и что есть, в какой последовательности, потому что у нас дети маленькие с полтора года есть. Поэтому мы этим кормим, да. Но у нас, поскольку отдельно столовая от детского сада, только маленьких мы в группе кормим, а все остальные очень важные идут в кафе. По всей школе идут в кафе, и вот их там накрытый стол, и они там едят уже, когда няня и воспитатели их кормят. – А бывает ли так, что дети сказали, вот невкусно, прислушиваетесь ли вы к таким комментариям, и что вы делаете, если так происходит? – Вы знаете, у нас так не бывает. Такого не бывает, чтобы все забастовщики забастовали, извините. А кто-то – да, я такое не хочу. У нас есть всегда возможность выбора. На столе всегда есть салат. На столе есть первое. На столе есть второе, и мы котлеты даже сейчас отдельно кладем, чтобы каждый мог выбрать. Но я, если прихожу, и вы знаете, скажу вам, это еще зависит от дежурного учителя или воспитателя. – Да. – Вот когда есть у меня одна, пани Ирина, у нее съедают все и все, все съедают. Другой, который пришел, просто посидел, но едят, не едят. То есть тут еще мотивация есть, авторитет есть. А если ты еще сам ешь, и тебя видят, что ты ешь вместе с детьми, это показатель того, что, дети, я же такая, как вы. – Ну да. – Я из той же кастрюли ем. Это большой показатель. – Не какую-то другую еду, чтобы спинать, не пицца, да, с картошкой, фрицей, там за стенкой. – Я считаю, это неприлично. У нас, и даже когда кафе работало такое, у меня было написано, мы все одинаковые, все однаковые, все в одни чарзи. У нас все в очереди стояли, есть ученик, учитель. И я этим очень серьезно занималась. Я считаю, что это унизительно. Взять впереди ребенка еду, поскольку тем более учитель может во время свободного урока пойти покушать, а ребенок только в перерыв. Поэтому в этом плане я жесткая. – А вот вы сказали про то, что чипсов у вас нет. В мое детство, когда я училась, у нас в столовой было все. То есть от шипучек до сладких булок, чипсов, батончиков шоколадных и так далее. Сейчас что-то поменялось в этом плане? – Абсолютно. – Это ваши требования? – Нет, это не только мои требования, ни в коем случае. Это ВСЛ и БАС-инспекция. У нас есть перечень, который мы можем предлагать детям. – Да. – Абсолютный перечень, очень жестко контролируемый со всех сторон. Не очень выгодно иметь такое кафе. Мы торгуем только для учителей, которые могут прийти и поесть. И то, они могут тоже, как и ученики, наперед оплатить питание. И в это время они так же, как и дети, могут прийти за эту же сумму, поесть такой же объем еды, как и ученики. И многие пользуются учителя этим. То есть в этой же цене. А всё, что касается кафе, там есть, я же говорю, какие-то конфеточки, но его там всего мало. Шипучих нет, газировок нет, нет никаких чипсов. А были одни чипсы, разрешались такие. Знаете, наши из картошки, квадратненькие, как они называются, ну такие натуральные. И то сейчас, мне кажется, уже такого тоже нет. Поэтому, ну как сказать, они выходят тогда со школы, а родители всегда карманные деньги детям дают. А у меня рядом противненький магазинчик. А возле школы? Да, противненький. И этот магазинчик, не буду называть какой, где рядом дяди странные стоят, и там есть всё. А у них есть деньги, и им туда хочется. И я категорически линейки провожу всегда, говорю, туда и не ходите. Потому что мы получили один раз оттуда бутерброд, мы его открыли специально, а он весь был седой. В пафлесине уже весь. Да, да. Я пугаю, сфотографировали, всех пугаю. Показываю, что не могут съесть. Это же так происходит, что во время того, когда ребёнок находится в школе, вы несёте за него ответственность. Если он там в перерыв съел этот бутерброд плесневелый, пришёл домой, ему плохо стало, тут уже тяжело доказать, от чего ему плохо стало. И у родителей, и у ребёнка могут быть какие-то претензии, поэтому лучше остерегаться. Да, у нас школа закрытая, на перемене у меня никто не выходит на улицу. Только в отбор они не могут выйти у нас по улице походить, у нас школа закрыта. И давно, поэтому могут пойти только после уроков. И то уже потихонечку, я смотрю, у меня социальный педагог много с ними говорит по поводу того, что там можно купить не то, что ты хотел бы. То есть у нас нельзя на перемене пойти где-то покушать. У нас есть ли мама с собой, да, столько. Ну, наши мамы любят детей, нам дают вкусняшки всякие с собой. То есть у вас такое действительно, в принципе, не только к еде, но и в целом к детям такой очень подход, как у мамы. То есть вы сами за них. Нет, я уже бабушка. Ну, как у бабушки, как у мамы. Всё равно я именно говорю про вот эти чувства, ощущения, да, когда хочется уберечь, защитить. Валерия, мой внук у меня в детском саду. Ну, как я могу иначе? А маленькие дети, которые эти полторалетние, я же туда захожу смотреть, и они мне говорят, бабовка, бабовка. Я тут вдруг в ужасе понимаю, что я правда бабовка. Бабовка, он идёт ко мне, оно дома, пока досидит до вечера. Я там с ними, если у меня ещё и печенье есть какое-то. И бабовка, я бабовка. Нет, ну, я просто действительно восхищаюсь, что такое отношение, это очень правильно, потому что я вспоминаю там свои... Я строгий директор, не думайте, не обольщайтесь. Нет, я верю. Я только вот так сделала, и все всё понимают. Верю, но, знаете, как строгий, зато честный. Ну, забота, да. Да, строгий, зато честный, зато справедливый. Это я пробую, Валерий, всё отдавайте своего маленького мне, если попадёте в этот список. И тогда вы увидите, что всё, школа – это очень серьёзный организм. И вот спасибо, что вы поняли, что я как директор школы – это колоссальная ответственность. И сегодня я хочу передать всем большой привет директорам, всем коллегам, тем, которые не только учат детей, а на нас возложили эту обязанность – кормить детей. Хоть вроде бы и фирма приходит кормить детей, но кормим мы, мы несём ответственность. В первую очередь за то, что ребёнок способен учиться. А если он голоден, он не хочет учиться. Он думает, как ему поесть. Особенно подростки. Я уже не ребёнок и не подросток, но то же самое. Ничего не помню. Да, да, да. Давайте вернёмся к фирмам. Сколько, как вам кажется, может быть, вы знаете, на данный момент фирм поставщиков, которые либо на арендных условиях, либо на доставке предлагают свои услуги? Вы знаете, не знаю и знать не хочу. Скажу почему. Нас этого лишили. Мы не участвуем в выборе этих фирм. Да. Мы не имеем права. Директор школы не имеет права даже написать там своё словечко, что мы бы хотели эту или эту фирму. Это всё идёт без нас. Это всё делает школьное управа, город. И мы, как директора школ, вот кто пришёл, тот у нас и работает. А частные школы и детские сады, они могут? У нас отказались две фирмы от нас. Не буду говорить, какие, много знаю их. Отказались, потому что мы маленькая школа, и посмотрев на меня, многие говорят, мы пиду. Есть звонок у нас. Пожалуйста. Да. Можете надеть наушники. Добрый вечер. Мы в эфире слушаем вас. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня, правда, давно вопрос созрел. Ну, я понимаю, вы только что ответили на него, что вас не пускает директоров кухни ко всему. Может, вот поможет ведущая наша тоже с этим разобраться. Вот у меня есть пацан мелкий, он в садик ходит, девчонка в школу. Я давно ещё говорил, что меню надо в школе пересмотреть. Вот этот вот винегрет, но его же выкидывают потом просто тазами целыми. Почему он до сих пор у нас есть? Я понимаю, блюдо, наверное, полезное. Капуста, там, горох, всё остальное. Но его дети не едят. Почему нельзя переделать вообще рацион детский, правильного питания, то, что будут кушать дети? Я не говорю, что им там надо каждый день есть сосиски, то, что дети едят, например. Понятно, что не все. Многие с детства родители им там не говорят, что, ну, типа, сосиски это вредно, кушать не будем. И ребёнок уже, как бы, их не ест с детства. И, наверное, уже многие, как бы, и сам отказываются от них. Но всё равно, б***ь, боже, вот этого, ну, как бы, детского питания, ребёнка, мы же сами его и будем баловать. Отвезём там и в Макдональд, потому что он есть, и ты не можешь туда не отвезти своего ребёнка. Я не говорю, что в школе должен продаваться там Макдональд на каждом углу, но надо сделать правильное детское питание по нашим сейчас каким-то там стандартам и нашим времени. А не то, что вот как там в советское время манная каша, когда говорили, что она полезная и хорошая. Полезная и хорошая, да, потому что после войны дети, как бы, были, все недоедали, да, вот манная каша и нужна. То есть сейчас почему вот винегрет до сих пор он есть. Хотя я ничего плохого к винегрету не имею. Вы знаете, я очень рада, что вы, папа, с уважением. Я обожаю пап, которые приводят своих детей, тёма и утрихи отправляют к нам в школу, доверяя. И не только учить, а ещё и накормить. Я попробую сказать, объяснить вам, в чём дело. Я говорю, что мы не способны влиять на это. Мы говорим на эту тему, но на сегодняшний день этим занимаются диетологи, врачи, технологи, специалисты. И они пишут, какое питание, какое меню должно быть в школе. Скажу вам честно, я не помню, чтобы винегрет был в этом году. Где вы его получили, не знаю, но винегрет – это такая хитрая штука, которая может храниться очень мало, часик, наверное. Поэтому салаты дают отдельно, и мы стараемся, и я, как я видела, это капустный салат мы даём, мы даём даже свекольный салат. Вот не мы, а я видела и сама ела отдельно. Огурец, помидор всё стараются дать отдельно. Я не могу сказать, что вот… Лук я не видела нигде, чтобы был, поскольку дети не едят такие винегреты компонованные. Но то, что вы переживаете, мне очень приятно. Я думаю, что это, конечно, родительское дело. И не только директора школы спросить или фирму. Это надо спрашивать городскую управу. Кто придёт, откуда вы их знаете, кто приходит. Потому что было такое, что приходили те, кого на рынке не было и вдруг появились. Это не те, о которых идёт слава, о которых знают, а те новые, которые только появились. Они завоевали место под солнцем. Это большие компании. Так, у нас, наверное, я думаю, что мы ответили. Я сейчас вот, чтобы не шумело, да? Ну, я согласна отчасти с нашим радиослушателем, который дозвонился, потому что, ну, в принципе, это во всём проявляется, когда время идёт, а мы до сих пор остаёмся в какой-то коробке. Что сейчас и возможности другие, да, и продукты тоже какие-то поменялись, что они обязательно делают такое же меню, которое было там 20 лет назад, когда я училась в школе, да, когда я пошла в первый класс. Вот, но и с другой стороны, бюджеты-то они не стали больше на кормление. То есть вот эти евро-два в день, они остались, как и раньше были. Это не евро-два, это евро-49. Ну да. Евро-42. Да. А софинансирование родителей, я как директор школы могла бы договориться, что вот там этот папа, эта мама, они готовы получить, скажем, свежий сок. Я не имею права это дать. Вы понимаете, это всё идёт, ну, мы не можем ничего сделать в этом плане. То есть софинансирования нет. Ты можешь в этом же детском саду только на эту сумму, и только с этой фирмой тебя будут кормить твоего ребёнка. У меня даже были неприятности. То есть даже если родители написали заявление и готовы оплатить дополнительное питание, мы не можем. Я думаю, это обязательно надо в следующей Рижской думе думать на эту тему. Зачем кормить, скажем, ребёнка того, у которого есть возможности, другую немножко еду есть, или хотя бы к этой еде дополнительно какую-то интересную, вкусную, кто-то детям дать. Это вызывать, ну, таких каких-то конфликтов за столом. Ну, то есть, условно, если одна мама или папа написали заявление, что мы бы там за 5 евро в день готовы сами это платить. Ну, это было всегда. Что будет ещё рядом, я не знаю, там, спаржа, ну, как пример, да? А другой ребёнок будет смотреть и думать, почему у меня винегрет, а не спаржа? Не будет ли вот этих вот проблем? Вы не думаете, спаржу дети не очень любят? Ну, я, как пример, я, кстати, дочка очень любит. Это дяди и тёти любят спаржу, да. Вы знаете, я вот эту тему, вот эта тема, она и больная. Я считаю, что нельзя унифицировать всё и вся. Если у тебя, если ты можешь позволить, да, тебе предлагают, вот всем одинаковое. Почему у одного, извините, кроссовки такие, у другого такие? У нас же нет униформы. Почему у нас унеедение тогда? Вот меня, например, напрягает меня. Извините, унеедение, конечно, это придуманное сейчас на ходу слово. Но вот меня, например, я считаю, что это неправильно. Неправильно. Потому что я не могу даже дополнительно, вот ужина у меня в школе нет, я не имею права дать ужин детям. Почему нет? Почему нет? Вы имеете в виду там в продлёнке, к примеру, да? Вот в продлёнке, конечно. В продлёнке полдень гна, но ужина нет, мы не имеем права за него взять деньги. То есть я полагаю, что это надо было бы всё-таки пересмотреть. И нечего наших детей делать всех мазну друшинатыми. Всем дают одинаковое питание. И тем, кто может себе позволить, и всех, получается, мотивируют на приватные детские сады. Я считаю, это неправильно. Поэтому наступая наступ, ну, следующая Рижская дума, ну, надо подумать на эту тему. Вот, мне кажется, это отличный такой финал нашей сегодняшней беседы, да, что мы не только обсудили, ответили на вопросы, сравнили, но и такие, уже на будущее конкретное, что могло бы измениться, да, поменяться. Потому что зачем действительно вёдрами выкидывать этот винегрет, если есть ещё желание и время, и возможность что-то поменять и сделать лучше. Лидия, может быть, вот у нас осталась буквально минута, пару слов, чтобы вы посоветовали родителям при выборе школы испытания в том числе. Ну, во-первых, я первое, что вас попрошу, конечно, если найдёте хорошего шеф-повара и познакомитесь с хорошим технологом, я приду ещё пять раз к вам на передачу. Первое. Второе, что я родителям скажу. Ходите, не стесняйтесь, заходите, смотрите всё, начиная с туалета. Да, я смотрела, кстати. Да, начиная с туалета, всё посмотрели, зашли к директору, посмотрели на директора, посмотрели на воспитателей, и тогда отдавайте своих детей. Это самое дорогое, что у нас с вами есть. Да, супер. Спасибо вам огромное. У нас сегодня в студии программы «Открытой кухней» была Лидия Кравченко, директор Рижской украинской школы детского сада. Средней школы, мы большие. Средней, средней школы, извините. И детского сада. Огромное вам спасибо за честность, откровенность. Это очень ценится. Особенно от человека, который уже столько лет в этой сфере не побоялся сегодня поговорить на такие важные темы. Спасибо вам огромное. Спасибо. Чтобы поменьше было проблем. Пусть будет всё хорошо. Больше вкусной еды в жизни. Спасибо вам. Хорошей всем недели. Валерия Иванова и Родион Золотарёв, наш звукорежиссёр. «Открытая кухня» до следующего понедельника. «Открытая кухня» до следующего понедельника. «Открытая кухня» до следующего понедельника. Продолжение следует...